Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы. Регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Жить с комфортом. В станице Анапская завершилось строительство коллектора. Активный и безопасный отдых. Туристы, отправляющиеся в походы, могут зарегистрироваться на официальном сайте спасателей Кубани. Перенимаем опыт олимпийцев. Мастер-класс с прославленной спортсменкой прошел на базе 6-й спортивной школы станицы Гостогаевская. Губернатор Кубани предложил изымать у агрария в землю за небрежные отношения. Показатели почвенного полдородия снижаются из-за того, что многие хозяйства, наращивая объемы производства зерна, не вносят в почву достаточного количества минеральных удобрений. В настоящее время на федеральном уровне рассматривается законопроект, позволяющий расторгать договоры аренды и изъятие из собственности сельхозземли при несоответствующем ее содержании. Вениамин Кондратьев предложил в свою очередь принять соответствующую норму на краевом уровне, а также законодательно обязать аграриев вносить не менее 5 тонн органических удобрений на гектар. По словам Вениамина Кондратьева, цитируя, если земля в ненадлежащем качестве и почвенное полдородие падает, будем изымать ее у аграриев, а договор аренды расторгать. Пусть землей занимается тот, кто сможет сохранить ее для последующего поколения, а не пустыни оставить. И к другим темам. Жители улицы Юбилейной в станице Анапское подключаются к центральной канализации. Территория застраивалась еще в советские времена, истоки отводились в септики. Устаревшая технология доставляла дискомфорт. Тогда с инициативой выступил местный ТОС. Совместно с властью и специалистами водоканала проблему удалось решить. Более того, новый коллектор сделан с существенным запасом. Если по Юбилейной улице идет или едет человек с трубами, то это кто-то из местных. Сегодня жители 25 частных и 8 многоквартирных домов получили возможность подключиться к центральной канализации. До этого использовались септики, которые нередко переполнялись из-за дождей. Сегодня они закопаны и забыты, как страшный сон. Получали квартиры в 70-80-х годах. Конечно, какая тут центральная канализация. Все на септиках. Потом уже дошло до того, что люди выкачивали раз в неделю. Вот сейчас, допустим, 600-700 рублей стоит выкачать септик. Вот представьте, раз в неделю. Анастасия возглавляет местное территориальное общественное самоуправление. Это она взяла инициативу в свои руки. Обратилась за помощью к городским властям, а также к главе Кубани Вениамину Кондратьеву. В итоге проблему удалось решить сообща. Сегодня городской водоканал бесплатно выдает технические условия для подключения. Далее уже каждая квартира или дом оплачивает работу и материалы. Татьяне Агеевой это стоило около 14 тысяч рублей. Сумма близкая к средней. Мы одни из первых врезались, очень довольны. У нас как раз окошечко и три люка или два люка подряд. Вот невозможно было окно открыть. Сейчас все это мы зарыли, закопали, все идеально. И цветочки посадили. И цветочки посадили. В водоканале говорят, что главная техническая сложность была связана с тем, что трубу закладывали на 4,5 метра. Это максимально возможная глубина. Столкнулись с грунтовыми водами. Работали в 3-4 экскаватора. Тем не менее, подрядчики справились и нареканий к ним нет. Благодаря тому, что коллектор проложен максимально глубоко, есть возможность собирать в него стоки с нескольких кварталов. Общая длина 850 метров. Диаметром 250. Этого достаточно, чтобы можно было впоследствии канализовать еще соседние улицы. Мы можем всегда подключить, если так, судя по диаметру, это квартала 3-4. Если на этом мы насчитали 160 дворов, ну плюс еще 300-400 дворов мы сможем подключить. Следы большой работы еще видны. Что-то увезут подрядчики. Анастасия говорит, что в планах продолжать разбивать цветники там, где раньше были септики, и благоустраивать территорию. На Кубани тарифы за коммунальные услуги с 1 июля вырастут на 4,1%. Об этом сообщил руководитель региональной энергетической комиссии Департамента цены тарифов Сергей Милованов. Тариф на электроэнергию повысится для сельского населения на 3,88%, для городского на 4,17%. В среднем по краю сетевой газ подорожает на 2,8%, сжиженный на 3,6%. Милованов пояснил, что для организаций, осуществляющих поставку холодной и горячей воды, тепла, а также оказывающих услуги по водоотведению, тариф устанавливается на основе долгосрочных тарифных решений. Это новое требование правительства, сообщает пресс-служба ЗЭСКО. А сейчас новость для любителей активного отдыха. Теперь туристы, отправляющиеся в поход по территории Краснодарского края, могут зарегистрироваться на официальном сайте спасателей Кубани «Кубань спас». Сегодня на территории края зарегистрировано 174 туристских маршрута. 119 из них проходят по лесным и горным массивам. Теперь дежурные службы смогут отслеживать движения зарегистрированных групп и проверять своевременность их выхода в точку окончания похода. Также по просьбе туристов спасатели могут предоставить консультации по прохождению маршрута, возможного его сокращения и технике безопасности. В дороге группы должны по телефону сообщать спасателям о прохождении контрольных пунктов маршрута. При отсутствии такого уведомления будет принято решение о начале поисково-спасательных работ. Все зарегистрированные в Кубань спас туристические группы благополучно завершили походы. Передать бесценный опыт. С такой целью к ребятам из секции по гандболу спортивной школы Станицы Гастагаевской приехала Анна Сень. Известная спортсменка, которая совсем скоро в составе женской сборной нашей страны по гандболу будет представлять Россию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Этот мастер-класс – подарок юным спортсменам от сборной России. Вот, с первого атака сюда, сделал ведение, и вот тут ты его пускаешь. Вот, то есть забери на себя игроков, подними ручку вверх, а потом тебя дашь спокойно плачь. Я сама играю в гандбольном клубе Ростов-Дон. Мы очень часто работаем с детьми, устраиваем всякие мастер-классы. Для меня это не впервые работать так. И я, честно говоря, очень рада, что такой мастер-класс провела в Краснодарском крае. Да, это моя родина, я сама с Краснодара. И, честно, мне было приятно поработать с ребятами. Ребята впитывали как губка знания, которыми делилась Анна. Каждое движение, каждое слово для юных гандболистов бесценно. И не только мастерство, но и спортивный дух, который зачастую также важен для победы, как и техника владения мячом. Мастер-класс также посетил куратор детского направления по развитию гандбола в Краснодарском крае Олег Фролов. Олег Александрович посетовал, что в последние годы в крае мало уделяется внимания развитию этого вида спорта, тогда как на Кубани гандбол всегда считался одним из основных направлений спортивной деятельности. И очень много выходцев Краснодарского края представляют России на международных соревнованиях. Мы хотели перед Олимпиадой поддержать детей с Аней приехать. И получается так, что кроме как здесь больше нигде гандбола нет в Анапе. Поэтому, может быть, как-то за счет таких акций, как-то престиж гандбола в Анапском районе поднимется. И мне бы этого очень хотелось. Потому что благоприятное место у нас, кроме классического гандбола, есть еще пляжный гандбол. Тут очень много песка, которого хватит, чтобы дети за ним увидели, пришли, увидели и пошли в секции заниматься именно гандбол. Потому что это очень интересный вид спорта. У нас гандбол сложный координационный вид спорта. Мы на тренировках занимаемся и футболом, и баскетболом, и волейболом. То есть играем во все подвижные игры, которые есть. Занимаемся физической подготовкой. Очень интересный вид спорта, контактный. Поэтому сейчас, благодаря нашему новому президенту федерации краевого гандбола Андрею Николаевичу Далуды, он сейчас вот недавно стал, возглавил, я думаю, что будет толчок именно гандбола в крае. Ребята из секции по гандболу Гостогаевской спортивной школы – участники многих краевых соревнований. А теперь, когда побывали на мастер-классе, с именитой спортсменкой ждут Олимпиаду, чтобы болеть за нашу сборную. И получили огромный стимул заниматься дальше. Так что скоро, возможно, мы будем болеть за наших анапских ребят на самых престижных мировых соревнованиях. И в продолжении темы спорта – соревнования, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню, пройдут в Анапе в ближайшие дни в детских оздоровительных лагерях, парках, подростково-молодежных клубах и на стадионах. Завтра в Джигенке состоится эстафета Олимпийские игры. Также 17 июня в 15 часов пройдет велопробег, посвященный Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Стартует он от Центра патриотического воспитания молодежи Ратмир и промчится до детского парка. 18 июня в Анапе на стадионе «Спартак» с 9 до 14 часов состоится первый этап всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд, в котором могут участвовать все желающие. Также в субботу в 18 часов в хуторе «Рассвет» состоится турнир по мини-футболу «Олимпийский мяч» в селе Юровка в 17 часов. Также спортивные праздники пройдут в летних лагерях на базах школ. В 18.30 в Цубанобалке состоятся веселые старты и такое же мероприятие в хуторе «Усатого балка» в 17.30. 22 июня в память о героизме и патриотизме советских солдат пройдет всекубанская акция «Минут молчания». Великая Отечественная война перевернула жизнь каждой семьи. В Краевую книгу памяти внесены имена почти полумиллиона наших земляков. 22 июня в 9 часов 30 минут почти минуты молчания тех, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Звоните 48 300